В очередную симбирскую кругосветку наша дружная команда отправилась в базар на Сызганский район, самый маленький муниципалитет в Ульянской области. Но это не тот случай, когда размер имеет значение. Интересных мест здесь столько, что нам пришлось выбирать и практически бросать жребий, куда же ехать. Обсуждали так бурно, что проголодались. Хорошо, что на трассе ведущий в базар на Сызганский район есть филиал пирожковой столицы. По дороге в базар на Сызганский район есть замечательное место. Это окраина села Порецкое у Завадского района, где уже много-много лет продают очень вкусные пирожки. Вот лично я люблю с луком с яйцами. С учетом всех перекусов и остановок ехать с Тульяновска до базарного Сызгана около трех часов. Дорог две, через Корсун и через Барыш. Первая длиннее на 10 километров. Так что если вы хотите сэкономить 15 минут пути, то поезжайте по второй, как сделали и мы. Название базарного Сызгана у многих вызывает вопрос, что же означает слово Сызган. По версии местных краеведов оно происходит от персидского слова Сызган в значении «вода между гор». Однако мы выяснили, что слово такого в языке фарси нет, а вот в тюркских языках есть и означает оно «протяженный». Учитывая, что поселок буквально растянут вдоль рек Сызганка и Тумайка, все вполне логично. Первыми переселенцами стали московские стрельцы. В 17 веке, благодаря тому, что базар на Сызган набирал численность, нас переименовали в село. В 19 веке появляется первая промышленность, естественно, она деревообрабатывающая. Позже начинает работать железная дорога-бокзал. Главной достопримечательностью, да чего уж там, главным местом базарного Сызгана можно назвать местную церковь – храм Дмитрия Солунского. Его огромное здание возвышается в самом центре поселка с 1875 года. А какое-то время у самого базарного Сызгана было второе название – Дмитровский. Построен храм был на средства фабриканта и мецената Андрея Щербакова. А автором проекта был архитектор Константин Тон. Это тот самый архитектор, почему проект устроился храм Христа Спасителя. Правда, с 30-х годов 20 века и до 1988 года Дмитриевский храм использовался как склад. Хотя, возможно, и не только как склад. Батюшка рассказывал, что даже это самое, вот где вот тот клирос, когда храм открывали, здесь же вот было, ну как это, склады всякие, и там были четыре трупа, то ли женские, то ли детские, даже вот больше краска, вот такое было. Здесь была эта самая, ну как ее, это вот Корсовский район, Индийский, вот Базаровский, вот это вот, которые какая-то, так назывались, расстрельные эти. Вот, да, тут гоняли красноармейцев. Батюшка, которого упоминает отец Александр, это отец Николай Шитов, человек, который в прямом смысле восстанавливал церковь после ее открытия. Увидеть его испачканным мелом после побелки стен было привычным делом. Восстановил он и внутреннее убранство церкви. Батюшка про вот этот крест рассказывал, что он действительно родной с этого храма. Да, вот, и сохранился. Естественно, ни одной только церковью славен базарный Сазган. Зданий конца 19-го, начала 20-го веков здесь довольно много. Одно из них – местный вокзал. Кроме того, что он красив, вокзал знаменит еще и тем, что здесь в 1915 году побывал писатель Константин Пустовский, служивший на санитарном поезде. А рядом с ним находится братская могила красноармейцев, погибших в боях Числоватским корпусом далеко отсюда. Так что не всегда здесь было тихо и спокойно. А с лидером большевиков, товарищем Лениным, связана одна уникальная черта базарного Сазгана. Есть мнение, что в любом маломальски крупном населенном пункте бывшего Советского Союза обязательно есть улица Ленина. Так вот, базарный Сазган тому опровержение. Здесь нет улицы Ленина. Здесь есть улица Советская и центральная площадь тоже Советская. Она, кстати, тоже место довольно-таки уникальное. Она находится между Лениным и церковью. Следующая наша точка находится практически на границе с Индинским районом. Это одно из заброшенных сел, которых в базарном Сазганском районе как-то особенно много. Если взглянуть на карту, то на территории базарного Сазганского района просто какое-то невероятное количество заброшенных деревень. Никольский, Новоалександровский, Шлемас, Красный Хутор и многие другие. Да и в живых деревнях, как мы видим, все больше домов становится пустых и заброшенных. В упомянутый поселок Красный Хутор мы и едем. Точнее, в урочище. Как называют места, где не осталось ни людей, ни даже домов. А пока мы едем, полюбуйтесь видами поселка Черный Ключ. Он не древний, без особых достопримечательностей, зато с живописным прудом прямо в центре. Красный Хутор – одно из самых интересных урочиц базарного Сазганского района. Хотя бы потому, что появился он, и это известно точно, еще в царские времена. Когда-то здесь были кирпичные и винные заводы, лесопилка. Фундамент одного из предприятий до сих пор выглядывает из-под земли. В советское время здесь тоже было хозяйство. Казалось бы, обычная деревня. Но не все так просто. Урочище Красный Хутор – место довольно загадочное. Раньше здесь находился одноименный поселок. Причем до сих пор непонятно и неизвестно, кто его основал и когда. Есть версия, что это были дворяне, которые носили фамилию Карповы. По другой версии, это могли быть пензенские купцы с той же фамилией. В общем, в этом деле предстоит еще разобраться. Кто бы не основал Красный Хутор, но этому человеку точно было не чуждо чувство прекрасного. Например, в поселке был каскад из трех прудов, один из которых жив до сих пор. Рассказывают, что под огромным слоем ила, которым покрыто дно пруда, скрываются дубовые доски. Так что это получается даже не пруд, а бассейн. Питавший каскад прудов родники находились в саду, где располагалась и усадьба. Жители соседних сел и усадьбу, и сад называют барскими. И если строение здесь не сохранилось, то прогуляться по тенистым оленям сада еще можно. Если смотреть со стороны, то место, в котором мы находимся, выглядит как обычный лес и большая куртина. Но если вы зайдете вглубь, то увидите здесь настоящую аллею, которая была высажена владельцами усадьбы. Каждому из этих деревьев более ста лет. Красный Хутор – место прекрасное. Правда, сейчас малодоступное. Нам пришлось бросить машину на полпути и идти пешком, а все из-за дорог, разбитых лесовозами, которые превращают ее в сплошные кольи. Представьте, какая красота могла бы получиться, если здесь более-менее сделать дорогу, расчистить пруд от ила, осад от кустов и валежника. До села Юрловка, что в 13 километрах от базарного Сызгана, добраться намного проще. Наша цель здесь – святой источник иконы грузинской богоматери. Место настолько красивое, что жалеешь, что сюда в свое время не добрался Исаак Левитан. Сам источник находится в долине реки Эмбелейки, и с ее появлением связана весьма таинственная легенда, которую до сих пор рассказывают в Юрловке. Начинается она с того, что раньше здесь были топи, которые все обходили. Но один мужчина решил срезать. Топи были действительно непроходимые. Он пошел вместе, в одном месте и утонул. То есть, когда он очнулся, над ним также вот пели соловьи, и вдруг он увидел женщину в белом одеянии. Так, похоже на богиню, как очертания были, богиня. И потом это видение исчезло, и мужчина уже пошел, вдруг перед ним расступилась тропинка. Мужчина долгое время не знал, кого он видел. Но однажды он увидел лик в церкви. И когда он увидел вот этот вот лик, он понял, что это грузинская божья матерь. По словам Лидии Алашеевой, найденную мужчиной тропу, позже назвали путь Богородицы. Вел путь к тому самому роднику. А в руче вскоре начали находить образки с изображением святых. В первую очередь, конечно, с ликом богоматери грузинской. Сохранилось даже имя женщины, впервые нашедшей такой образок. Дедакия Анашкина. Сказывают, что если душа у тебя чиста, а намеренные благие, то образок в руче можно найти и сегодня. Сейчас на источнике проводятся церковные службы. В первую очередь, в день почитания богоматери грузинской. Часто приезжают люди просто набрать святой воды. Но даже если вы не верующие, то, по словам краеведа, испить водицы из источника богоматери грузинской все равно будет полезно. Наша вода является очень вкусной. Это говорят все люди, кто ее набирает. А почему ее брали на химический анализ, сделали? Она полностью сейчас, в ней находится система Менделеева, таблица Менделеева. А вода-то и правда на рыбкой вкусная. Лидия Алашаева говорит, что из-за красоты природы и умиротворенности это место сравнивают с Дивеева. Правда, и у стой благого места есть проблемы. Например, в этом году родник помнял русло. И теперь нужно перестраивать домик над ним. Да и мостки на пути Богородицы порядком обветшали. Если лестницу, спускающуюся к роднику, юрловцы сделали своими силами, то для того, чтобы оборудовать мост через реку Менделееву, настилы на тропинках и тем более перестроить разрушающуюся часовню, им уже нужна помощь. Может быть, наша передача поможет ее найти? А в 30 километрах к югу от Юрловки стоит, пожалуй, одно из лучших произведений выдающегося архитектора Михаила Каринского. Того самого, почему проекту строился Троицкий собор в Симбирске. Мы, конечно, говорим о храме Тихвинской иконы Божией Матери в селе Ворновка. Удивительно, почему в это место не приезжают тысячи туристов, чтобы просто на него посмотреть, как, например, на Пизанскую башню. Тихвинский храм этого точно заслуживает. Кстати, в чем-то его история похожа с церковью из базарного Сазгана, построенный в 1817 году храм, тоже прослужил до 1930-х годов. Тоже был складом. Правда, в 1978 году его вообще перестали использовать, и он начал разрушаться. В начале 90-х годов внешний вид ему едва не испортила стихия. Колокольну ударила молния, да так, что из стен посыпались осколки кирпичей. Отец был участником Великой Отечественной войны, и он говорит, я даже на фронте не слышал такого грохота, когда вот в нее попала в купол молния. Но это сильное разрушение каких-то стоило колокольни? Или стоит и после этого? Стоит. Ее даже хотели как-то, видите, вот она подбита, ее хотели уронить в одно время. Но как бы ее там не подкапывали, ничего не делали, она так и не упала. Несмотря на то, что церковь не используется, возле нее регулярно проводят службы, для чего приезжает священник из соседнего села Годякино. А еще не так давно церковь можно было свободно пройти. Но несколько лет назад ее законсервировали, причем закрыли храм не только от людей. Полноушные любили прятаться от жары местной буренки. Чтобы храм не превращался в коровник, проход через дверь запечатали. А чтобы оградить от любителей надписи «Здесь был Вася», повесили решетки на окнах. Так что теперь вход есть только в колокольну. Правда, для этого нужно пройти по одному из двух мостов. А это целое испытание на прочность. Церковь Тихвинской иконы Божьей Матери в Ворновке – это потрясающее произведение искусства. Но подойти к ней может быть опасно для здоровья, потому что мосты, которые ведут к церкви, буквально разваливаются. Надежда Тарапыгина говорит, что в прошлом году какой-то городской турист на одном из мостов едва не сломал ногу. Может, еще поэтому в Ворновке за год появляется человек 50 туристов-фотографов, а не тысячи, как должно бы быть. Но хватит, а грустно. Давайте просто полюбуемся. Недалеко от Ворновки начинается река Инза. Может быть, место это и не броское, но опять же умиротворяющее. Где, как не здесь, поставить финальную точку сегодняшней симбирской кругосветки? У меня за спиной исток реки Инза, который находится недалеко от деревня Ворновка и практически на границе Базар-Сызганского района, который мы покидаем. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok